Музыка Здравствуйте, эфир канал Культуры, программа Наблюдатель. Сегодня наблюдать доверенно мне. Меня зовут Андрей Максимов. Я думаю, что не только театральный, а вообще все люди знают, что Московский художественный академический театр имени Горького возглавили новые люди. Мы им дали поработать некоторое время, то есть три с лишним месяца, уже даже сто дней прошло. А потом позвали их всех в студию для того, чтобы узнать, что происходит в Амхате, что будет происходить. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо вам всем за то, что вы троем пришли, еще привели замечательного режиссера, потому что все люди заняты. И спасибо большое, что вы нашли время собраться вот таким кругом. Как всегда, в прологе я сдаю один и тот же вопрос, люди на него отвечают, я их представляю. Просто мы очень простые. Вот вы отработали это время. Как вам сейчас кажется, что в том Ахате, который был и который возглавляла много лет Татьяна Васильевна Даровна, надо сохранить? А что нужно, от чего нужно обязательно отказаться? Вот если коротко. Начнем с руководителя Эдуарда Владиславович Баяков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького. Нужно сохранить верность русской традиционной культуре, нужно сохранить верность заветам основателей театра, и нужно быть более открытыми, не бояться выходить в город во всех смыслах этого слова. А отказаться от чего? От чего? Надо отказаться? Я не думаю в этих категориях, не вижу. Понятно. Сергей Пускепалец, актер, режиссер, заслуженный артист республики, заместитель художника, руководитель МХАТ, имени Горького. Ну, я, Эдуард, все правильно сказал. Я думаю, что отказаться надо только от одного. От желания все делать более степенно и нерасторопно. Потому что все-таки тот режим, который был в театре, он предполагал, так сказать, такую протяженность в реализации каких-то проектов, такую осторожность в чем-то. Это было вызвано, конечно, позиционированием этого театра, потому что он в лихие времена создавался. Там, так сказать, я понимаю, что для этого были основания. Сейчас все-таки, вот вы видите этих людей, все-таки мы открыты, действительно, как сказал Эдуард, для людей. Но в то же время мы все-таки хотим более точных результатов и скорых. Захар Прилепин, известный вам писатель, заместитель руководителя МХАТа имени Горького по литературной части. То же самое. Что нужно оставить, а чего отказаться? Я думаю, что в процессе реализации тех, в широком смысле, проектов, которые мы принесли, вот, как минимум трое здесь присутствующих, за которых я могу отвечать, какие-то вещи произойдут сами собой. То есть никакого механического видоизменения, не говоря о насилии, вообще не предполагается. Но появятся какие-то спектакли, какие-то авторы, появятся какие-то проекты внутри театра, не связанные даже с театром. И может быть, хотя я не уверен, может быть у кого-то там, у какой-то части там труппы, у кого-то там из бывших зрителей, действующих зрителей, вот я не хочу вот в этом участвовать, на это смотреть. Быть может, это возникло, но я надеюсь, что нет. У меня лично никаких ни претензий, ни эстетических, ни каких-либо других нет. И человек, который скоро выпустит премьеры в этом театре, мы о ней подробнее поговорим, Руслан Олегович Маликов. Вам тот же вопрос. Ну, надо сказать, что, во-первых, от чего надо отказаться, не просто отказаться от многих вещей. Это порой невозможно бывает, вот взять и отказаться, и что-то отменить. Ну, я, наверное, скажу, вообще много можно говорить, и очень подробно. Ну, сейчас. Вот. Наверное, я скажу такую маленькую заметку, может быть, более конкретную. Есть какие-то вещи, которые, ну, как бы, да, вот такой театр-дом, никто никуда оттуда не бежит, все связывают с ним свою жизнь и свою судьбу, скажем так, да, такое отношение к делу редко встречается достаточно, да, вот в наше время, когда все бегают от точки к точке и посвящают маленький участок времени, там, какому-то делу. С другой стороны, вот то, что я сейчас зафиксировал, происходит немножко вот эта замкнутость, она, знаете, вот, как бы дает такое отвлеченное искусство, вот не про реальность, понимаете, и не про вот нас в жизни, а про, ну, вот какую-то жизнь, про искусство, красота, какие-то такие вещи, да, и вроде бы происходит подключение зрительское к этому, ко всему, но вот если хочется конкретизировать, назовите зло конкретно, вот это что такое, или вот добро, вот хорошее, это вот конкретно что такое. А Чехов про нашу жизнь? Ну, Чехов, во-первых, про свою жизнь, как и любое, наверное, произведение, там можно и про себя найти. Про начало века 20-го. То есть это не про Чехов, не про нашу жизнь? Ну, нет, это для его современников. Можно оттуда для себя что-то вынести, но он писал для тех, кто... Понятно. И, Дарья Владимирович, я вот что у вас хочу спросить, почему-то я, естественно, готовюсь к эфиру, я очень много, очень много, вы очень открытые, хочу вам сказать, вообще вы очень открытые люди, очень много давали интервью, но почему-то не возникал такой вопрос, я хочу вас спросить. Я видел ваши спектакли, как режиссера, и они мне очень нравятся. Мне кажется, что вы хороший режиссер, извините, что прям... Спасибо. Но мне кажется, что вас взяли все-таки в этот театр именно как одного из лучших наших менеджеров. Все-таки вас взяли как менеджера. Как мне кажется, если я ошибаюсь, меня поправите. И тогда у меня возникает вопрос. У-таки МХАТ это особенный театр, ситуация достаточно уникальная, когда руководит театром человек не за свои режиссерские заслуги, как, например, Женовач возглавил МХАТ, а человек, скорее, за свои менеджерские заслуги. Перед вами ставили какую-то задачу, как перед менеджером? И почему же такое произошло? Нет, не было. Спасибо за этот вопрос. Он важный. И даже тогда, когда его не задают, я слышу в диалоге со специалистами, с критиками, с журналистами, постоянно присутствие эхо такое имеется в виду. Я думаю, что менеджер все-таки слово неточное. Я бы претендовал на то, чтобы речь шла о продюсировании, о продюсерстве, о продюсере, об импресарио, о антрепренере. Есть ряд слов, которые, благодаря тому же Сергею Дягилеву, стали святыми для тех, кто действительно отвечает за творческий результат. Менеджер отвечает за административный результат. Антрепренер, отлично. Я действительно заявил на первой встрече с актерами, что в этом сезоне я не буду ставить спектакли, я не имею никакого ни физического, ни морального права и возможности этим заниматься в ситуации, когда главное, что нужно, это запустить процессы работы совершенно в другом режиме. Нужно выпустить 10 премьер до конца 2019 года. Это очень большие цифры, это очень серьезно. Поэтому я действительно сейчас стараюсь работать как продюсер, отвечать за художественный результат любой работы, но при этом собирать режиссеров и создавать для них условия. Как вам кажется, это такой исключительный случай вообще, пока это такой первый раз у нас. Вот я такого второго случая, и этот первый раз случился именно с Амхатом. Это исключительный случай или это такая тенденция, что антрепренеры будут работать в театре? Я думаю, что это... Мне сложно сейчас найти какую-то аналогию в существующей России, но на самом деле это очень естественный момент. Это естественно, это правильно, это нормально. И это, то, что я сейчас говорю, совершенно не противоречит тому типу театра, который создает Женовач, Додин, Яновская и так далее. Они выдающиеся режиссеры. Я их безмерно уважаю. И не только их лично, и не только их за режиссерские качества, но и как строители вот этого самого дома. Но совершенно точно существует другая модель. Она должна существовать для того, чтобы помочь вот тому режиссерскому театру выжить в наши тяжелые времена. И эту модель действительно я представляю и буду представлять. Например, Швыдкой. Он кто? Он режиссер? Он же руководитель театра мюзикла. Ну, может быть, это недостаточная, не идеальная аналогия. Он его создатель, он художественный руководитель театра мюзикла. Они со Смелянским развивают. То есть это такая линия в театральном деле, которая может быть тоже. Совершенно нормальная, знаете. Ее не было очень долгое время. Совершенно нормальная, совершенно живая. На Западе она была. А если говорить о России, то упомянутым ною Дягилев, мне кажется, для нас прекрасный ориентир и икона. Захар, я вот у вас хочу задать вопрос, который приходит в голову всякому человеку, который читал ваши книги. Потому что я вам уже, по-моему, говорил, что роман и обитель мне кажется просто таким выдающимся произведением. А вам это все зачем? Объяснение достаточно простое. Не буду искать в голове какие-то надуманные мотивации. Дело в том, что мне кажется слишком великая сила инерции 90-х годов в худшем смысле этого понятия в российской культуре. Не в том, что люди космополитических или квазилиберальных взглядов занимают слишком позиции. А в том, что люди плюс-минус моих или наших, если угодно, убеждений. То есть люди традиционных ценностей, консервативных ценностей, левых, правых, причем не принципиально, не занимают, как мне кажется, и я в этом абсолютно убежден, тех позиций, которые должны были бы занимать. И в этом смысле мне театр интересует не просто как театр, не только как театр, не только как способ взаимодействия между театром и современной литературой, театром и действительностью, театром и идеологиями, но и как место, где люди, которые находятся на облучке в полумаргинальном положении в нынешней культурной и общественной ситуации, чтобы они имели возможность прийти, услышать друг друга, опознать, потрогать. То есть вы пришли в театр, чтобы нести свою идеологию? Нет, это неверно. Я пришел в театр, чтобы те люди, которые не имеют права голоса, могли прийти и высказаться, артикулировать, могли их услышать, могли собраться, могли друг друга найти. Но это и есть это. Но это не идеология, понимаете? Это возможность проговаривать те идеологии, которые не слышны, понимаете? Это разные вещи. Сергей, вот вы что хочу спросить. Я знаю, как и все, что вы ставите последний срок Распутина. Известно, когда премьер будет? Сейчас вот мы наметили, вот художественный руководитель поставил задачу. 8 мая выпустить его, потому что 9-го у нас... Ты сомневаешься? Так с вопросом, конечно, 8-го. 9-го мая у нас заходит бессмертный полк, мы показываем Теркина. 8-го мая мы показываем, ну, скажем так, премьеру пока это, так сказать, примеры. Я так очень осторожно отношусь к этому. Премьера, наверное, после 10-го спектакля уже будет, так фактически. Ну, так сказать, первую сборку. А то, что вы сейчас сказали, Андрей, по поводу идеологии, я бы не боялся этого выражения. Потому что идеология Захара мне очень симпатична. И вы сказали про обитель, упомянули. И вот там как раз та идеология, которая симпатична мне лично. И я ничего в этом зазорного не вижу, если идеология Захара Прилепина будет наполнять стены этого театра. Я должен сказать, что я абсолютно безоценочный. Я просто спрашиваю, так или нет? Мне кажется, Захар просто очень тактичный человек. Он, может быть, стесняется сказать это про себя. Но вот я не стесняюсь это сказать. Мне нравится, что идеология Захара Прилепина, исходя из его книг, которые я прочел, будет очень такой важной составляющей этого театра. А можно я добавлю? И мне более того, те театры, которые много говорят об отсутствии идеологии, о том, что они вне идеологии, они безусловно транслируют очень понятную, очень явную, очень очевидную идеологию. Они идеологически намного больше нас, потому что мы толерантны. Мне кажется, надо говорить, что не бывает искусства без идеологии. Абсолютно. Любое искусство. Никогда. Скажите, пожалуйста, Руслан, вы работаете, делаете... Сначала про спектакль я вас прошу, чтобы не мне рассказывать, что вы ставите. Скажите, от кисуса современная. Ну, вот тогда отталкиваюсь прямо от предыдущего. Я, наверное, вот из этой компании, самой менее несущей идеологию и, может быть, подверженной какой-то определенной идеологии человек. Хотя я согласен, что не надо стесняться, если ты что-то разделяешь. И те, кто пропагандирует сейчас, что нет, мы абсолютно не касаемся, очень внятно каких-то вещей, которые не проговаривают почему-то. Но, про спектакль. Вот на самом деле, как раз про это, как ни странно, вот там столько... Вы скажете, драматурга, пьеса, вы же... Мы псевдонимы говорим, я не могу понять. Как хочешь, да нет, как хочешь. Но теперь придется сказать настоящую фамилию после этого вопроса. Белорусский драматург, режиссер Тимофей Ильевский, работающий в Брестском Тюзе, да, Тюз, да, театриного зрителя. Это не первая его пьеса, вот, ну, хотя которую, как он сказал, он писал в стол и даже не думал, что кто-то ей заинтересуется, потому что она невероятно не политкорректна, такая честная, вот из него какая-то вылилась боль, там, наболевшая про его, там, людей, которых он знает, про стариков, там, его дяди, который офицер бывший. И вот он описал, в общем-то, какие-то реалии современного мира, современной страны нашей, потому что я считаю все-таки, что и Россия, и Белоруссия, и Украина, мы, в общем, я как-то не разделяю внутри себя, и все очень похоже. И он описал многие явления, которые его трогают просто. То есть это пьеса про нашу жизнь? Вот, 18-й, 19-й год, да, вот сегодня, сейчас, да, вот сейчас будут праздники, посвященные Дню Победы, вот прям про это. Действие происходит 22 июня, в ночь. Ну, наше время. Да, наше время, 22 июня, ну, можно чуть-чуть сказать про какую-то самую фабулу, такую поверхностную? Мне кажется, вы так же интриговали. 22 июня на наше время реконструкторы, такие, комсомольцы нынешние, собирают какую-то там ватагу, веселятся. Вот, 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 все-таки я хочу сказать везде, и вот у журналистов, и в прессе, главный герой – это офицер, офицер ракетных войск. Я сейчас как раз говорю, реконструкторы, почему 22 июня, реконструкторы собирают эту ватагу, участвуют в каком-то официальном таком государственном мероприятии, посвященном защите Брестской крепости, ну, или еще каком-нибудь там, неважно, где-нибудь там под Москвой это все происходит. Есть кинхеды, а в центре повествования, в центре пьесы старик, которому под 80 он участвовал в войне во Вьетнаме в качестве консультанта, в качестве наблюдателя, потому что официально СССР не участвовал в этой войне, а сейчас оказался абсолютно выброшенным на обочине. Эти три силы встречаются, и получается так, что старик действительно носитель и нравственных, и смысловых таких ценностей, которые лично нам очень дорогие. Вы понимаете, Эдуард, что люди, я и все волнуются за судьбу Татьяны Васильевны, потому что она очень долго строила этот театр, и я хочу вам сказать отдельное спасибо, что ваш приход не ознаменовался скандалом. Это вообще такой редкий случай, когда вы пришли, люди совершенно спокойно. Татьяна Васильевна, видела премьеру вашу, Кончаловского? Татьяна Васильевна болеет, к сожалению. Она собиралась на премьеру, мы уже согласовывали, все. Премьера прошла всего два раза, я думаю, что следующие спектакли Татьяна Васильевна, конечно, посмотрит. В любом случае, мы с ней ВКонтакте, мы с ней переписываемся, мы с ней общаемся, мы с ней... Мы ждем ее в театре, и если говорить про пьесу, которую ставит Руслан Маликов, я думаю, что эта пьеса абсолютно в линии МХАТа, которым 30 лет руководила Доронина. Скажите, пожалуйста, в вашем театре поставил Андрей Кончаловский спектакль, что само по себе замечательно. Ну, тоже Кончаловский выдающийся режиссер, в том числе и театральный, но у всех людей возникает вопрос, это совершенно антрепризная история. Это два артиста, очень хороших, нет вопросов. Артиста замечательная, которые не имеют к МХАТу никакого отношения. Это потому, что надо было начать с чего-то, или потому, что теперь так будет все время происходить? И не первое, и не второе. Во-первых, так не будет все время, так будет отчасти. То есть я, опять же, сразу на первой встрече с артистами заявил. То есть одно без другого высказывания нельзя сейчас разделить. Во-первых, я сказал, что я сделаю все для того, чтобы сохранить труппу. И чтобы мы остались репертуарным театром. И уж у всех артистов, которые работают сегодня, в театре есть возможность остаться в этом театре. Десять премьер. Да, то, что кто-то, 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 как Захар сказал, не справится с этим ритмом, может быть, физически не справится, может быть, идеологически, нормально, мы простимся. И если кто-то не устроит нас в каких-то профессиональных компетенциях, мы честно, открыто, в лицо это скажем. Но сейчас нельзя с этого начинать, общение с труппой. Если, чтобы сказать артисту, ты не подходишь, ну, я думаю, что пару лет должно, наверное, произойти. Мы должны посмотреть. Но с другой стороны, простите, с другой стороны, ни в коем случае не становиться рабом этой труппы, рабом этих актеров, сделать так, чтобы они начинали диктовать, как во многих театрах происходит. Не буду сейчас называть эти театры, но мы понимаем, что вот этот звездный статус или какой-то долгие годы, которые связаны с этим театром, дают возможность говорить, это наш театр, у этого театра есть художественное руководство, у этого театра есть линия. И я на этой же встрече объявил, мы, безусловно, будем приглашать актеров, мы будем приглашать звезд. Актер МХАТа, нынешняя МХАТа, актер труппы, может прийти к Баякову и сказать, вот я бы хотел играть эту пьесу и быть уверенным, что МХАТа будет распространять. Позавчера произошла первая читка наша, у нас мы же не только о спектаклях думаем, мы думаем о том, чтобы создать уникальный, не имеющий абсолютно никаких аналогов в Москве, культурный центр. Мы хотим создать место, где каждую неделю читают новую пьесу, где каждую неделю выступает выдающийся, по нашему мнению, поэт. Выдающийся мыслитель выступает каждую неделю. Так будет с сентября уже. И сегодня мы начинаем, ну просто такие пилотные выпуски этой программы. Мы прочитали пьесу Виктории Никифоровой, и, видимо, следующая читка будет как раз-таки пьесу, которую принесла актриса нашего театра Кристина Пробст. Принесла, ну, встала на собрание. Дарья Владиславович, можно? Я, конечно, сказал, да, конечно. Она принесла завлиту, Володя Забалуев, Забалуев подходит ко мне и говорит, «Потрясающая пьеса». Свою пьесу? Ну, нет, нет. Кто-то из ленинградских, из питерских режиссеров, какой-то товарищ. В общем-то, все вот это вот начинается. Это идеальная ситуация. Это должно происходить. То есть, может, ответ может. Нужно. Скажите, Захар, вы когда давали интервью в самом начале, когда вот три месяца, вы говорили, что вы хотите пригласить, а там был целый список писателей, которые вы хотели бы видеть. Уже есть какие-то конкретные подвижки? Можно я говорю сейчас, что вот вы, я не знаю, как вы называетесь, вы же не завлит, вы больше, чем завлит, вы зам художественной политикой и литературной части, что вот уже от вас что-то вот идет. Мы вступили уже в переговоры и подписали какие-то договоры с Евгением Водолазкиным, Лавр, с Алексеем Варламовым и с Алексеем Ивановым. Мы со всеми находимся в... С двумя последними не подписали, но мы с вами... А Лавр вы будете делать спектакль? Это уже решено. А режиссер известен уже? Нет. Потрясающе. Но это важнейшее. Но это только самое начало. Я надеюсь, что с Алексеем Ивановым мы доведем до конца, и с Варламовым... А сценировку будет делать он сам? Он приезжает на днях в Москву. Мы договорились... Ну, мне представляется, это идеальной такой формой. Мы договорились о том, что будет работать драматург. Сценировку будут делать профессиональные драматурги. Но Евгений Германович обещал нам быть все время рядом. То есть у меня огромный список вопросов к нему. И я этот список обнародую. Он ответит, мы пойдем писать сценировку. Напишем, покажем. Это хороший вариант. Это вот что касается писателей. А еще что-то будет? Можно сказать, что там драматурги какие-то, иностранные пьесы? Я вот отчасти об этом уже сказал Эдуард. Меня очень интересует... И я про это тоже уже говорил, что создание в театре циркуляции не только идеологии идей, а тех вещей, скажем, в поэзии или в музыке, которые, на мой взгляд, должны быть максимально осмысленны. Поэтому у меня есть свое. Я создавал неоднократно антологии и поэтические, и музыкальные, и прозаические. То есть я собиратель, на самом деле. Собиратель, ценитель такой в этом смысле с признаками некого маниакализма. Я так люблю собирать вот чужое, мне симпатичное, не свое. Все это вот расслабить по полочкам, иерархии строить, пирамидки, кто главный. Мне кажется, это очень важная работа в культуре, потому что должна быть... Тем более сейчас у нас вообще все распылено. Кто у нас главный поэт? Когда был Блок, было понятно, что Блок. Потом был Десенин, Маяковский, Пастернак. Было понятно. Сейчас есть 100 сегментированных сообществ поэтических, там везде свои определенные церкви. А надо, чтобы... Мне хочется, чтобы, конечно, должна быть структура. Потому что люди сейчас выходят, они говорят, я не знаю, кто. Вот в его литературе вы же с легкостью назвали сразу именно Водолазкина, Иванова и Варламова. Это вы назвали. Ну, я назвал их, но вы с ними согласились. Вы же сказали, вот этот, как его там... Не, но я могу сказать, что еще Улицкая, Рубина. Да, у Людмилы Евгеньевны все в порядке с постановками. Так вот, и поэтому, что касается поэзии, что касается музыки, я как человек, который в этом разбирается, к этому имеет отношение, с этими людьми дружит, я вот этим, вот это пока вижу одной из своих основных линий своей деятельности. Когда вот мы, к сентябрю мы это придумаем, будем запускать. Где будет выходить на сцену поэт, допустим, я, человек, который объясняет, чем он замечательный, почему у него такое вот место в этой иерархии, и артистам. И вот это будет у нас, так или нет, Эдуард придумал, и мне это устраивает такой вариант, и это будет у нас работать. То же самое с музыкой, допустим. Расскажи про Решетину. Потрясающая встреча только что, вот буквально, это свежее впечатление, это не потому, что мы просто делимся, вот только что, потрясающий человек, великий. Да, это, ну, он известен там слушателям музыки, как скрипач группы «Аквариум», в лучшие там годы, после погибшего, приутонул, фамилия на Кассиль, похоже. Вот, и пришел Рюша Решетин. И потом он ушел из группы «Аквариум», и он занимается изучением русской силоботанической поэзии. Силобической даже. Да, да, силобической, 18 века. 17-го. 17-го, 18-го века, 17-го, да. И он, как никто другой, достиг, вот, ну, даже я с филогическим образованием, читающий много книжек и изучающий это, я не понимал то, чего он достиг. Он может читать вот эти стихи, которые для нашего уха уже кажутся дикими, читать так, что ты понимаешь все, что там происходит. Он на уровне проговаривания, фонетики, артистизма, вот этого всего. И это совершенно другое. Он, кроме всего прочего, он знает еще и про музыку тех времен, и про балет. Нет, но все-таки, прежде всего, он музыкант. Он вместе с Марком де Мани, генеральным менеджером проектов Курентиса, он создавал в Петербурге фестиваль «Early Music». Это очень важная институция, которая нам представила... Как фамилию еще раз скажите, чтобы мы запомнили его. Решите. Андрей Решетин, да. Это важная институция, она работала именно с барочной музыкой. То есть это очень важная аналогия. Барочная музыка – это то, на чем стоит Моцарт и так далее, и Венская школа, и XIX века, и Бетховен. Но то, что мы не знаем, то же самое существует и в поэзии. Вообще произносить, что русская литература, русская поэзия началась с Пушкина – это просто преступление. Это преступление. Я хочу все-таки от поэзии Моцарта вернуться к театру. И вас, Сергей, спросить. Вы работаете, даете ваш спектакль с сортированием хата? Да. То есть там нет приглашенных звездников. Вопрос, естественно. Я даже знаю на него ответ. Я должен вас спросить, как вам работать с этим людям? Как они восприняли? Как они восприняли вообще все происходящее в театре? Я всегда говорю только одно. Спектакль можно, и должно, и нужно делать, когда есть контакт, когда по душе работаешь. Если возникает ситуация какого-то насилия, производственной необходимости, и только спектакль невозможно выпустить. По крайней мере, его можно выпустить, но век его будет короток. Поэтому сейчас с этими актерами я, конечно, нахожусь в… У меня такой легкий роман. Потому что я удивился и поразился их интересу, любопытству. Потому что действительно, поймите, в этом театре было три режиссера. Татьяна Васильевна, Беликович и Дмитриев. Все. Они привыкли уже в течение этих лет работать с этими людьми. Они друг к другу привыкли. Они уже знают, так сказать, уже в какой рубашке он завтра придет. Понимаете? То есть такая вот… С одной стороны, это хорошо. Ну, как бы… С другой стороны, это не очень. Потому что надо, чтобы кровь, она такая обновлялась. Есть такие театры, в которых один режиссер? Ну, есть. Вот мой любимый Сергей Васильевич Женовач в театре СТИ. Да. Но он делает одну премьеру в год. Марк Анатольевич Захаров долго время. Марк Анатольевич Захаров. То и то сейчас начал звать всех. Сейчас немножко стал звать. Да, да, да. Ну, опять же говорю, это авторские театры. У нас все-таки театр предполагает… Вот когда еще я в другом театре работал, в другом хате, где Олег Павлович Табаков создал прецедент такой, что были на все вкусы были спектакли. Такие, такие, такие. То есть такой комбинат. Да, кстати, вот Табаков – это пример продюсерского театра. Но он переучился уже. Он изначально был таким продюсером. То есть контакт полный, все хорошо? Полный контакт. Скажите, пожалуйста, Руслан, насколько я знаю, для вас вы первый раз работаете в таком большом академическом театре, если я не ошибаюсь. Ну, с таким составом в академических театрах не первый раз. И в стране работал, и в Прокопьевске, и в разных очень театрах. Да, да, я понимаю. Но вот все-таки отношение к делу артистов МХАТа отличается от отношения к делу артистов, которых вы, например, собираете сами, чтобы поставить свою вариацию Чехова, скажем. Ну, есть, конечно, отличия разные. Потому что вот если здесь у Сергея легкий роман сейчас, то у меня уже такая семейная… Разбой, да. Разбой уже, ну, не с дележом имущество, но уже там мы и по поводу детей надо уже выяснять отношения там и прочее. Да, отличаются, отличаются очень по-разному. И порой, вот о чем говорю, нет такой быстроты и спешки. А с другой стороны, вдруг ослабевает внимание, потому что это все равно будет. Что хвататься, что вгрызаться, рано или поздно мы дойдем, мы все равно туда придем. И поэтому вот острота внимания, какая-то хватка, да, вот эта ценность каждой секунды репетиционного процесса рабочего, вот здесь есть некая такая размытость, да, вот такой все равно… Расслабленный. Ну, потихонечку, полигонечку мы сейчас, да. Вот пока такие замерки. Причем вот я, то, что ты мне говоришь, не перебивая тебя просто в качестве именно ремарки, именно молодые страдают этим, потрясающе, потому что старики… Старики, а две главные, а две главные роли исполняют два потрясающих артиста. Иван Семенович Криворучко, народный артист, и Лидия Васильевна Кузнецова. Это, это, вот это мхатовские те самые старики. Мы их предъявили. А молодые хуже? А молодые разболтаннее. Вы знаете, вот смотрите, какое невероятное отличие. Вот какие-то вещи, потому что театр искусства плотское, в том смысле, что должна быть конкретика, все это должно быть с запахом, с тем, что можно потрогать, понимаете, что касается эмоций, там, каких-то формулировок, действий и прочее, прочее. И все строится на очень настоящих кирпичиках. Любые абсурды, любые концепции какие-то большие, очень настоящих. И когда, и в принципе, какие-то постулаты очень простые, их поэтому на первом курсе закладывают там в актерах. И ты, естественно, вот сейчас уже на опыте, я все время к ним возвращаюсь. Вот, к каким-то элементам первого курса. И старики с таким образом, ох, как хорошо. Да, да, вот. А молодежь говорит, ну это же первый курс, мы чем занимаемся? Мы уже серьезные актеры, да, вот очень-очень. И мы со стариками в какой-то любви сходимся просто в экстазе, что про внимание надо поговорить, про какие-то вещи, да. А вот молодежь, вот как-то чего-то там вот это, да. Скажите, Эдуард, естественно, возникает вопрос, вы проработали в этом театре там три с лишним месяца. Есть ли, как у вас, очень много абсолютно новых идей? Уже даже по нашему разговору понятно. Эти идеи легко принимаются коллективом? Или вы чувствуете какое-то сопротивление внутри? Пока, пока такое настороженное, не холодное, не холодное внимание. Вот я бы так сказал. Я не могу сказать, у меня нет легкого романа и нет уже семейной драмы. У меня принюхивание такое. Причем я не форсирую этот процесс, потому что я должен узнать, я должен почувствовать. Я не просто должен запомнить, как кого зовут. Я должен соединить в голове образ этого человека в каждом спектакле. И это огромная ответственность. Это невероятная ответственность. Я даже сейчас говорю, у меня мурашки, честное слово. Потому что это судьба людей, которые работали 10-15, а кто-то 35 лет. И вот так вот я пришел такой и сказал, не, ну не подходишь. Ну там, типа там, ну это невозможно. В этом смысле, конечно, мы очень, очень, очень так, мы слушаем друг друга. Я всячески говорю про открытость. Я всячески говорю, что главное не забыть про первый план. Потому что не надо вот намеков, не надо иронии. Давайте разговаривать вот первым планом. Давайте говорить из сердца простейшие вещи. Тогда, когда этот первый план, когда будет чистая энергия и чистая информация, тогда появится возможность шутить, подкалывать друг друга, ну как-то иронизировать. А может быть даже и расставаться. Ну то есть никакого сопротивления активного нет в театре? Нет, я чувствую, я чувствую, может быть не скромно, но я чувствую уважение к моей позиции. Я чувствую уважение. И это не моя заслуга. Это как раз таки заслуга Татьяны Васильевны Дорониной. Если актеры встают в тот момент, когда художественный руководитель заходит в репетиционное пространство, это не я их об этом попросил, так принято в театре. И это огромная ответственность, огромная. Это вот здесь вот. Это надо, и значит и слушают они уже меня как худрука. А то, что мы знакомимся, ну такая фаза. Скажите, Захар, опроверьте то, что я сейчас скажу, если это не... Вот потому что вы рассказывали, может сложиться впечатление, что вас интересует МХАТ не как театр, а как некая площадка, на которой можно делать все то, что вы говорили. Вот сам по себе театр, как театр, как некое учреждение, пускающее спектакли, вас интересует меньше, чем театр, как площадка, где можно там всех соединять. Это так? Очень интересует. Я просто не выдаюсь за театрального человека, специалисты в этой сфере, поэтому изначально я прихожу с тем, в чем я разбираюсь и что я понимаю. Но я специально вот для того, чтобы делать то, о чем вы говорите, мы придумали мастерскую под условным названием «Есенин». Она касается не только Есенина. Я сейчас пишу большую, огромную, дописываю, дай бог, доделаю биографию Сергея Есенина. И мы уже вот задумались с Эдуардом о спектакле по этому поводу. Он будет связан с женщинами Есенина. Я скрывать не буду, но это, конечно, дело там не в женщинах. И его, спасибо господи, не в клубнике. Это биография, это поэзия, это стихия, это куски жизни. Это будет спектакль? Я для этого создаю мастерскую, да, я сейчас уже подсматриваю, как Сергей делает свою мастерскую, как все это происходит, чтобы мне сесть, чтобы мне начать это вот кусок биографии, вот стихотворение, как вы это видите, как я это вижу, чтобы мне войти в эту самую структуру. Как это трансформируется в драматургию. Да, как из этой глины. А вы будете автором этого спектакля? Я буду куратором этого спектакля, потому что, ну, там будет, драматургически будет решать человек, который умеет это делать, сценически тоже, но я, ну, это, ну, все-таки главным персонажем в этой истории буду я. Вот, и вот когда уже я пойму, как здесь работают все эти ремни и приводные механизмы, тогда... Получается, продюсером он будет. Ну, да, продюсером. Тогда я уже буду более разумно... Я могу сейчас вот просто наплести, что вот выдать себя за этого, за известного тебя, ну, зачем, если я никого не являюсь? Скажите, пожалуйста, Сергей, вот когда выходит спектакль «Супружеская жизнь», где играют две звезды и ставят Кончаловский и Берман, понятно, что будет зрительский интерес. Когда выходит последний срок, там одна звезда, это вы. Замечательно, Распутин, вопросов нет. Почему вам кажется, этот спектакль будет собирать людей? Это очень сложно. Я не знаю, какой спектакль, но пьеса сама, ну, повесть, она очень сложная. И Распутин, как правило, идет на малых сценах. У вас 1800? 1400. 1400. 1400. 1350. Чем-то. 50-15. Мы рассчитываем еще на представные 1400. Почему вам кажется, что вот это сегодня, сегодня Распутин, последний герой, будет вызывать интересы? Вы знаете, я с... Вот сейчас мы когда читаем, и, так сказать, вот вслух произносим те слова, которые были написаны в 70-м году, я просто поражен их необходимостью в сегодняшнее время. Поражен их просто необходимостью. Я думаю, что зритель будет просто впитывать эти смыслы. Он соскучился по очень важным вещам, которые говорят, вот это хорошо, вот это плохо. Вот это правильно. Вот это мать, вот это дочь. Вот это мать, причем говорится это не плакатами, да, говорится, так сказать, вот на сибирский манер, с говорком, с, так сказать, с ухмылочкой. То есть вам кажется, что зритель сегодня хочет увидеть серьезный спектакль? Ну, если я хочу, значит, я думаю, я неотделим от сегодняшних людей. Я смотрю на актеров, которые с огромным интересом это воспроизводят, просто открывают для себя заново. Вслух, когда, знаете, читаешь про себя, это одно. Когда вслух говоришь, возникает другое совершенно... Это забыто совсем. Значение. И они с огромным интересом. Мы неотделимы от сегодняшнего зрителя. Я представляю своих друзей, которые будут это видеть. Друзья у меня разные. Они, так сказать, очень серьезные люди, так сказать, насмотренные. Я думаю, что они огромным просто будут впитывать и, так сказать, поглядывать друг на друга в зрительном зале и думать, вот один ли я это слышу, правильно? Вы как? Мне кажется, там будет все происходить, в зрительном зале. Точно оптимистичный взгляд. Я очень желаю, чтобы он сбылся. Спасибо вам. Потому что это поразительно. Если это вот так, как вы говорите, это потрясающе. А я хотел еще оговориться. Вот опять Захар сказал, и правильно он говорит. Я его как бы... Потому что театр... Достаточно радикальный. Театр состоит не только из спектаклей. Театр состоит из отношения к этим спектаклям до спектакля. Не сложно, сказал я. Нет, понятно. Да, потому что эта площадка, это, так сказать, тропины туда должны быть протоптаны, так сказать, пробиты не только спектаклями, но и интересом к этому пространству. Я знаю, что Эдуард сейчас занимается этим вопросом о том, чтобы театр... Ахитектуры. Нет, театр, чтобы функционировал не только во время спектакля, но и с утра до спектакля, чтобы там ходили люди, чтобы там была какая-то среда была творческая. Вот я сейчас у Руслана хочу спросить. Вот эти все люди, они создают театр, собственно говоря, они начальники. Вы гость. Вы пришли, вас пригласили. Вот с точки зрения человека, который пришел, какова атмосфера в театре, с вашей точки зрения сейчас? Ну, чуть-чуть прямо скажу, слушайте, не совсем я гость, все-таки там с Эдуардом давно мы в разных соприкасались. Вы близкие, близкие, но вы не отвечаете за театр, вы отвечаете за спектакль. За спектакль, я не могу отвечать на самом деле вот только за спектакль, я не могу что-то делать вне контекста, где я нахожусь на самом деле. Будь то там Прокопчев, театр ДОК, вот я не... Вот расскажите мне про атмосферу в этом театре. Ни разу на самом деле так у меня не происходило, может повезло. И это несознательно, но никак... Я всегда... И сейчас я делаю спектакль, мы вот говорим, мы... Я думаю не о спектакле самом. Мы театр строим. Да, да. Этот спектакль, он рождается именно в этом здании, в этом коллективе, в этом контексте. Это для этого спектакля невероятно важно, потому что он спектакль и про это тоже. Вы понимаете, вот вроде звучит... А атмосфера какая в театре? Атмосфера как в стране у нас, какая атмосфера? Такая разная очень, есть, есть, есть... Ну, все-таки... Все есть, понимаете? Есть нерв, есть надежда, есть страхи. А как, что, а новые методы, а куда новая метла, да, пометет? Вот, есть, есть настороженность, да, есть робкие какие-то такие попытки на что-то повлиять. Но вот, понимаете, все настолько как-то трепетно, вот так вот, вот не так, чтобы поехали и давай. Это нет, это против, это нам не подходит. Потому что на самом деле какие-то самые первые шаги, мне кажется, в каком-то смысле, немножко люди вот не того ждали, наверное. Вам комфортно? Ждали, что я сейчас приду, всех раздену, и мы будем, значит, там показывать какую-то новую драму такую, да. А мы работаем по школе. Вам комфортно? Да. Работать комфортно? И очень интересно, безумно интересно. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ваш коллега Сергей Пускепалис сказал в одном из интервью, что вы потом можете, что он за контрактную систему в работе актеров. То есть актерам надо заключать контракты, и насколько это все реально в Амхате? Это будет, не будет? Если бы мне бы 3-4 года назад задали бы этот вопрос, я бы ответил бы так же, как Сергей. А сегодня я задумался очень серьезно на эту тему. То, что должна быть дифференциация, например, в оплате, безусловно. То, что должны быть какие-то договоренности, четкие совершенно обязательства взаимные, да. Но при этом, может быть, МХАТ и должен-то, может быть, должен одним из последних остаться театров, где нет этой системы. Все-таки Станиславский и Немирович Данченко, и третий создатель театра, Савва Морозов, который работал в нем еще до того, как построил, перестроил здание в Камергерском переулке, в Эрмитаже они создавали МХАТ, и они создавали МХАТ вместе. Все-таки они создавали пространство и организацию, которая даже сегодняшним языком, товарищество. Есть же, limited, вот то, что называется, товарищество с ограниченной ответственностью. Они создавали товарищество. Актеры были пайщиками этого театра. И вот здесь вот, может быть, я сейчас не говорю, что это у меня, я просто рассуждаю. Может быть, и надо оставить эту систему, эту структуру, когда люди не на контрактных основаниях, очень характерных для сегодняшнего времени, а на вот такой вот братской близости работают. Я думаю, что вы, когда начали говорить, вы обращались к Сергею, как будто вот теперь вы, наконец, можете выяснить вопрос. Вы что про это думаете? Я категорически не согласен с Эдуардом. Так. Почему? Потому что я считаю, что как пайщики... А вот это часто у нас. Да, потому что пайщики, они как раз и предполагали участие, определенное контрактом. Их доля участия, их получение процентов от успешных, неуспешных, они рисковали все сообща. То есть, давайте объясним зрителю, вы считаете, что надо заключать контракт с артистом, скажем, там, каждое сколько? Три года? По-разному. Ну, по-разному. С каждым актером по-разному. Да. Это гарантия его спокойствия внутреннего, душевного. На какое-то время? Да, потому что год, год это молодой актер, мы притерлись, посмотрели, познакомились, обнюхались. Понравился? Дальше как в армии. Дальше три года, дальше пять лет. Если ты понимаешь, что ты на него рассчитываешь, он может рассчитывать в течение пяти лет что-то, так сказать, занимать под это дело. Ипотеку брать и так далее. Эта система, очень правильно, она прозрачная, она взаимоответственная. Потому что со мной учредитель, вот у меня учредитель Эдуард, у Эдуарда Министерство культуры. А мы почему-то заключаем контракт. А почему я должен их по, так сказать, по своему договору любить всех? Ну я тоже, нет, я с удовольствием, конечно, я всех люблю, но я должен, они мы должны прозрачно, потому что, мало того, понимаете, Андрей, вот тут такая штука, контракт, это ж не только, это не насилие с моей стороны. Это также актер приходит ко мне, может теребить меня за рукав и говорит, дорогой мой, а ты мне не даешь ролей. Это же взаимно, правильно? Я что здесь провожу здесь это время-то? Понапрасну, что я небо копчу? Дай мне роль, я тебе докажу. Он же ничего сделать не может, он может только теребить его за рукав. Нет, я должен платить ему, потому что если я не обеспечиваю ему работу, я не имею оснований его уволить. У меня нет оснований. Я не хочу, мы сейчас можем... Еще раз, Андрей, ПРОСКО, ГЗОТ, который замечательный у нас, кодекс для работающих, не имеет отношения к театру и к спорту. Понятно, я просто не хочу, мы можем очень долго говорить, но я так понимаю, что ваше слово все-таки решающее. Пока контракт на систему не будет вводить. Нет, вот с этого мы не начинаем. Скажите, пожалуйста, Захар, вы сами сказали, что вы не театральный человек и не хотите себя делать театрального человека. Когда вы пришли... Выдавать себя за театрального человека. Выдавать. Раньше времени. Выдавать раньше времени. Вы пришли в один из самых, скажем, мягко знаменитых театров страны. МХАТ, это там большой театр, МХАТ. Что для вас было самым удивительным? Я писал биографию Леонида Максимовича Леонова, который тоже туда пришел. Они все были удивлены, когда пришел молодой Леонов, молодой Катаев, молодой Булгаков, Леонов, Катаев, Всеволод Иванов. Четыре любимших моих писателя советских времен. И они пришли туда, где Чехов, где вот это все. Я ощутил вот это преемственно. Я люблю советскую литературу, я с ней живу, я ее понимаю. И вот это ощущение, что они тоже приходили, они являлись изначально не как драматурги. И они тут же на ходу начинали придумывать эти пьесы, потому что они изначально все были писатели. Они потом уже готовые свои тексты прозаические переделывали в пьесы. Иванов, и Леонов, и Булгаков. Вот это для меня очень важно. И они тоже были не театральные люди, а стали виднейшими драматургами. Не советскими, а русскими. То есть вы себя ставите в этот ряд? Если угодно. Я бы мне приучил этот стол быть радикальным. Да. Вот я лично ставлю его в этот ряд. Он, конечно, про себя так не скажет, а я ставлю его в этот ряд. Мы вынуждены себя мерить с этими великими именами. Не амбиции ради, а именно для того, чтобы ответственность себя не снимать. Я себя не ставлю в ряд со Станиславским и Немеревичем Данченко. Но что, если я сейчас буду каждый раз об этом говорить, я значит сразу говорю, ну вы меня только так не мерите, у нас уже все вниз. Мы должны сказать что-то новое. Вот раз вы сами про это говорите. А это вообще не страшно? Не страшно. МХАТ, Станиславский, я беру там три имени. Станиславский, Ефремов, Доронина, а потом вы. Страшно? Страшно. Безусловно страшно. Но, а с другой стороны, у меня есть энергия и уверенность, что и я, и мои товарищи справимся с таким вызовом. И сделаем что-то, что будет в этом ряду. Что-то хотел сказать? Так, на смоте, у меня есть к вам вопрос тогда, если вы ничего себе говорите. Давайте. Вопрос у меня такой. Вы как режиссер, вы второй приглашенный режиссер в этот театр. Первый был Кончаловский, но он не работал с труппой. Вы как первый приглашенный человек, который работает с труппой. Что самое главное вы хотели бы посоветовать руководству? Вот что самое главное надо делать в этой ситуации, с этой огромной труппой, в этом театре, где есть очень определенная традиция, это был очень определенный театр. Хороший, плохой, очень определенный. Вот что надо им сейчас делать, чтобы театр развивался? Как кажется, вам, приглашенного режиссера. Ну, вот, на самом деле, может, у меня сходится, я сейчас почему-то всем это говорю, в любом случае, но, наверное, это важно. Максимально пристальное, реальное внимание. Вот, не имитация, не приглядеться к каждому человеку по, вот, знаете, не без потаканий и без, ну, агрессии и какой-то, скажем так, слишком жестких каких-то. Да, ты чужой, да, да. Да, понимаете, вот, но, учитывать и то, и то, вот, именно пристально приглядеться, на самом деле, есть по поводу чего говорить. Вот, какая-то, это не переформатирование даже, а, может быть, развитие и какое-то воздействие на коллектив должно начинаться только с этого. Вот, можно приносить новые методы, которые мы считаем там правильными, или там еще что-то, или еще что-то, которые работают, как минимум. Но, вот, вот это пристально присмотреться и спуску не давать, и в то же время не убить настоящее, живое, вот, это, наверное, сейчас очень важно. Скажите мне, пожалуйста, Эдуард, я знаю, что у вас будет поставлен балет «Мама», Артур и Петис, Осипа в главной роли, правильно? Ну, не у нас. Мы представляем площадку, это все-таки продюсерский проект, конечно. Вот, это не спектакль «Мхата». Это не спектакль «Мхата», а Максим Волков, прекрасный импресарио, который работает и с Резо Габриадзе, и с другими великими мастерами, в ряду которых, конечно, и Осипова, является ее продюсером, и мы вместе реализуем этот проект. Скажите, вот у вас, нет ли такой опасности, что вот, ну, громкий спектакль Кончаловского, я уверен, что этот балет будет громкий, просто по определению, что вот, когда «Мхат» представляет свою площадку чужим людям, это может вызывать больше интерес, чем когда он делает собственный спектакль. И «Мхат» как? Вы не боитесь, что «Мхат» начнут воспринимать просто как... Это же очень хороший зал, там же концерты проходили. Зал потрясающий, да. Что его начнут воспринимать не как вот некий театр со своей художественной программой, а как некую площадку для выступления разных людей. Ну, это, в общем-то, в русле моего предыдущего ответа про то, боюсь ли я быть в ряду со Станиславским. А иначе нельзя. Это что значит? Если сказать, что «да, боюсь», значит, давайте позовем кого-нибудь балерину похуже, чем Осипову, и режиссера похуже, чем Кончаловского, чтобы нам на этом фоне сказать. Ну, конечно. Нет, давайте будем... Я не говорю, что так надо делать, но есть тогда... Давайте в театре ставят спектакли. Просто вот и со своей труппой, и с режиссерами ставят спектакли. Или давайте мы будем... Мы видим. Я не говорю, что это вы плохо делаете, потому что я хочу разобраться. Давайте мы там будем ставить балеты, у нас там будут артисты читать стихи и так далее. У меня есть ответ на этот вопрос. Он немножечко сложнее, чем альтернативное, односложное «да» или «нет». МХАТ должен быть театром, где прекрасный режиссер репетирует с прекрасными артистами великую литературу, не приглашая никого. МХАТ должен быть театром, где известный современный режиссер, приглашенный нами, репетирует современную пьесу неизвестного никому драматурга, и это будет дебют драматурга. Мы в практике с Русланом открыли Игоря Симонова, Михаила Дурненкова, Вячеслава Дурненкова, Юрия Клавдьева, Викторию Никифорова и так далее. Этот список можно продолжать. Дениса Ретрова. Это были драматурги, которые поставили первые спектакли, их поставил Государственный театр в нашем случае. Теперь МХАТ будет в этом ряду. МХАТ возьмет на себя эту миссию практики и будет год за годом, сезон за сезоном представлять новых, 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 новых драматургов. Вместе с тем МХАТ будет площадкой презентационной, где лучшие концерты, лучшие поэты, лучшие хореографы представляют свое искусство. Именно сочетание этих качеств и этих моделей, это нельзя, в коем случае нельзя разделять. Это как мама-папа для ребенка. Нельзя задавать родителям вопрос, кого ты больше любишь, маму или папу. Без мамы не будет ребенка, без папы не будет ребенка. Вот эта внешняя энергия, вот эта наша экспертиза, постоянная готовность самого лучшего приглашенного нами режиссера представить и сделать его МХАТовским, должна опираться с одной стороны на то, что Пускепалец, дай бог, каждый год будет репетировать и выпускать один, а может быть даже два спектакля в сезон. — Скажите, пожалуйста, Захар, с вашей точки зрения, что такое успех театра? Вот когда вы поймете, что МХАТ – успешный театр? — Когда люди, которые туда не приходили никогда и вообще обходили это здание и думали, что там что-то происходит, что никоим образом не любопытно, зайдя на то, другое или третье мероприятие, скажут, что у них еще и вот это вот. И когда они придут в наш зал и будут ходить туда постоянно люди, которым от 14 до 34 лет, люди, которые там не были, когда там и не бывали. И когда увижу этих людей, я скажу, ну вот у нас получилось. — Скажите, пожалуйста, Сергей, ваш художественник-вредитель сказал, что до конца года, очень мало осталось времени на самом деле, будет 10 премьер. А уже известно, что это будет? — Мне нет. — Но вы же мельчитель по-творческой. — Да. — Вот поэтому и заместитель. — Нет, ну что-то известно, конечно. — Что-то известно? — Нет, конечно известно. Что-то уже известно. Есть проекты длинные. И, конечно, Пускепалесу известно, что мы работаем с синей птицей. — Мы восстанавливаем спектакль Станиславского 1908 года. Это единственный спектакль Станиславского в мировом репертуаре. И мы медленно, кропотливо, потихоньку погружаясь в источники, в музеи и так далее. И только к ноябрю, дай бог, это сделаем. — Синяя птица. — Это в частности. Известно, что мы... Ну, вот эти два спектакля уже есть. Мы договорились с Инга Оболдиной и с Сергеем Медведевым о продолжении сотрудничества, которое начиналось. — Ходит время у нас совсем, поэтому вот еще быстренько расскажите. — Это спектакль по пьесе Медведева, в котором будет играть Оболдина. Мы надеемся к концу года закончить работу и над Есениным. Это уже 6-7 названий. А остальные будут... — Шахтерский дурак. — Да, Шахтерский дурак. — Захар Баяков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького. Сергей Пускепалец, заметили художественную руководитель МХАТа имени Горького по творческой работе. Захар Прилипин, заметили художественную руководитель МХАТа по литературной части. Руслан Маликов, режиссер и педагог. Заканчиваем нашу передачу. Я хочу сказать вот что. Назначение этих людей руководством МХАТа было неожиданным. И вызвало самые разные толки. Мне кажется, что мы все, то, что называется театральное общество, должны этих людей поддержать. Потому что им очень тяжело. И давайте, вот многие завидуют, вот Баяков, а на это тяжело очень. Вот руководить МХАТом это очень тяжело. Я был в этом театре при Доронине, там были хорошие спектакли, были плохие спектакли. Мне кажется, что надо этих людей поддержать и посмотреть, что получится. Самое простое на них нападать сейчас, иронизировать, издеваться. Это самое простое. Поддержать гораздо сложнее. Мне ужасно интересно, скажем честно, что у вас было ужасно интересно, что у вас получится. Планы невероятные, очень определенные, очень четкие. И теперь хочется, чтобы эти планы реализовались. Мы посмотрим, что получится. Я вам искренне, неформально желаю успеха. Я думаю, что весь наш канал желает вам успеха. И мы будем смотреть, что у вас будет получаться. И ходить на ваши премьеры. И надеемся, что мы будем рады. Спасибо большое всем, кто нас сегодня смотрел. Спасибо огромное вам за этот разговор. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин